Эфир Челны 24 продолжает интервью. Сегодня официально стартовали осенние каникулы. Это первый отпуск школьников с начала учебного года. И холодное время не помеха долгим прогулкам на улице с друзьями. Однако у родителей каникулы не предусмотрены, и большинство школьников оказываются предоставленными сами себе. О работе отдела по делам несовершеннолетних в каникулярное время и не только нам расскажет его начальник Галина Александрова. Галина Ионовна, добрый вечер. Здравствуйте. Какова статистика подростковой преступности на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас в городе идет снижение подростковой преступности. Но надо отметить, что 80% все-таки это преступления корыстной направленности. И наши подростки совершают преступления, такие как кражи с магазинов, угоны автомототранспорта, вымогательства. В последнее время у нас участились в учебных заведениях. Какую работу проводят с подростками инспекторы с начала учебного года? Вы посещаете школы, и как на такие визиты реагируют ребята? С 1 сентября инспектора по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу в учебных заведениях. Проводят лекции, разъяснительные беседы о недопустимости нарушений административного и уголовного законодательства. Также выступаем на собраниях родительских, где предупреждаем родителей о недопустимости ненадлежащего исполнения своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей. Эта работа отличается в каникулярное время от обязанностей сотрудников в другое время? Во время каникул инспектора по делам несовершеннолетних проводят ежедневные рейды по городу. Проводя анализ подростковой преступности, мы выявляем те районы нашего города, где необходимо проводить данные профилактические мероприятия. И, конечно же, мы затрагиваем наш 71-й закон Республики Татарстан о нахождении наших несовершеннолетних в позднее время суток на улицах нашего города. И хочу отметить и обратиться к нашим родителям, напомнить о том, что у нас с 22 часов до 6 часов утра нашим несовершеннолетним запрещается нахождение на улицах без сопровождения законных представителей. За какие правонарушения либо преступления можно попасть на учет? Согласно 845 приказа МВД России, сотрудники по делам несовершеннолетних ставят на учет несовершеннолетних, которые совершают административные правонарушения. Также мы ставим на учет несовершеннолетних, которые совершают преступления до достижения уголовно наказуемого возраста, а также за преступления, которые совершили и получили уже судимости. А конкретные примеры вы можете какие-нибудь привести? К административным правонарушениям у нас относятся употребление спирта, содержащей алкогольной продукции, курение сигарет, табачных изделий, мелкое хищение, употребление наркотических веществ. Уголовные преступления это совершение подростками краж, грабежей, разбойных нападений, угона автомототранспорта, вымогательства. Мы в каникулярное время во взаимодействии со всеми субъектами профилактики, разрабатывая план профилактических мероприятий, работаем ежедневно, вовлекая наших несовершеннолетних, не только состоящих на учете, но и обычных наших учащихся, в обычные мероприятия, которые мы проводим не только в школах, а также мы проводим мероприятия совместно с различными субъектами профилактики, такими как и комиссии по делам несовершеннолетних, образование, социальная служба доверия, психологический центр диалог и, конечно же, форпост. Форпост это наши первые помощники в наших профилактических мероприятиях. Какое наказание понесут подростки, которые совершили административное правонарушение или уголовное преступление? Ответственность за административное правонарушение мы несем с 16 лет. За административное правонарушение составляется административный протокол, который рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства и, конечно же, в основном это штрафные санкции, предупреждения и штрафные санкции. По уголовным деяниям мы несем ответственность в основном с 14 лет. Есть там частично согласно уголовного кодекса и с 16 лет, но в основном с 14 лет, где несовершеннолетний получает у нас судимость. Параллельно несовершеннолетний ставится на учет и по делам несовершеннолетних в полицию, и в уголовно-исполнительную инспекцию. Судимость несовершеннолетний получает различного вида. Есть и условный срок, есть исправительные работы, обязательные работы и, конечно же, лишение свободы. Если подросток получил лишение свободы, то несовершеннолетний у нас отбывает наказание в колониях для несовершеннолетних. Если же подросток у нас совершил до 14 лет преступления, в таком случае мы применяем, то также согласно нашего приказа, собираем материалы на несовершеннолетних по помещению их в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей до 30 суток через суд. Также ходатайствуем суд о помещении несовершеннолетних в спецшколу, спецПТУ закрытого типа, в данном случае, если уже наш подросток совершает преступления неоднократно. Есть ли надежда на исправление тех подростков, которые начинают совершать преступления в подростковом возрасте, опираясь на ваш опыт, как вы считаете? Есть несовершеннолетние, которые впервые совершают правонарушение и на этом останавливаются, потому что у нас в городе все-таки идет работа во взаимодействии со всеми субъектами профилактики. Как только наш несовершеннолетний совершил правонарушение, мы подключаем всех субъектов, то есть и школа образования, и комиссия по делам несовершеннолетних, и постановка на учет. То есть мы начинаем работать с самим ребенком и также с родителями. И достаточно бывает, это в основном как раз, это несовершеннолетний, достаточно бывает вот этой вот профилактической работы. И, конечно же, занять ребенка в кружок. Но есть некоторые подростки, которые все-таки не останавливаются на своем несовершеннолетнем возрасте, продолжают совершать и после 18 лет. Но таких подростков бывает меньше, потому что, совершив преступление подросток, мы его стараемся в первую очередь поместить его либо в центр временной изоляции для несовершеннолетних, где с ним проведут ряд профилактических мероприятий и проработает с ним психолог, либо мы стараемся смягчить наказание суда, чтобы ребенок не получил судимость, а согласно 92-й статье Уголовного кодекса мы ребенка ходатайствуем перед судом, чтобы ребенка поместили в спецшколу или в спецпту закрытого типа, где у ребенка судимость снимается. И ребенок уже, будучи, находясь там в течение трех лет, он, во-первых, получает и школьное образование, и профессиональное. Это в спецпту закрытого типа уже профессионально. Поэтому мы стараемся, чтобы наши дети все-таки до 18 лет, чтобы наши несовершеннолетние после 18 лет все-таки не совершали преступления. Часто первопричина поведения ребенка – это его семья. Какие работы вы проводите с родителями? Работая уже не первый год в полиции, конечно же, я могу сказать о том, что очень многое зависит от семьи. Если родители употребляют спиртосодержащую продукцию, а не говорю уже об употреблении наркотических веществ, конечно же, на ребенке это сказывается отрицательно. И ребенок страдает от этого. И семья одна не может справиться в данной ситуации. И приходится, конечно, инспекторам по делам несовершеннолетних подключать специалистов, сотрудников и социальной службы, и здравоохранения. Первостепенная наша задача – это профилактические мероприятия, где мы оказываем помощь родителям, предлагаем им бесплатное лечение в наркологическом диспансере. Также мы им предлагаем работу, устроив их через центр занятости. Сколько на данный момент стоит на учете неблагополучных семей? Это количество уменьшилось или увеличилось? На сегодняшний день у нас состоит 323 неблагополучные семьи. И за 9 месяцев 2019 года выявлено 195 семей. Нельзя сказать, увеличилось или уменьшилось. У нас осталось на прежнем уровне количество выявленных семей неблагополучных. Одни семьи мы ставим на учет, других снимаем. Поэтому этот процесс у нас идет постоянно. Как следует вести себя родителям трудных подростков, которые столкнулись со сложностями воспитания этих детей? Родителям нужно особое внимание уделить, конечно же, воспитанию таких детей. Если необходимо, то нужно обратиться к специалистам здравоохранения, наркологический диспансер. Бояться не надо. У нас есть и анонимное лечение в городе. Также есть в городе психологические службы. В школе у нас есть психологи, которые также могут работать с данными подростками, с данными детьми. Но, конечно, хочется дать совет родителям, что чем больше они будут уделять внимание своему ребенку, интересоваться жизнью ребенка, вовлекать его в различные дополнительные занятия, в кружки, тем меньше вероятность того, что дети у нас попадут в беду или совершат какое-либо преступление. Галина Ионовна, большое спасибо, что вы сегодня согласились посетить нашу студию. Спасибо вам. А я напомню, что у нас в гостях сегодня была начальник отдела по делам несовершеннолетних УВД города Галина Александрова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова